Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 2 июня и, ко всему прочему, первая пятница месяца, поэтому сегодня в 15.30 по московскому времени будут опубликованы данные о занятости вне сельского хозяйства, показатель называется Non-Farm Payrolls. И, соответственно, рынок на сегодня ждет этих данных. Напомню, что предыдущие показатели выходили негативные для американского доллара. На текущий момент мы ожидаем данные чуть лучше, чем были в прошлом месяце, но уже по факту то, что мы сможем увидеть на рынке, когда они будут опубликованы сегодня в 15.30, уже задаст тонн на ближайшую неделю и, возможно, на более долгий промежуток времени. Но на текущий момент давайте посмотрим, с чем мы подошли к сегодняшнему дню. По паре евро-доллар мы видим, что вчерашний день закрылся в отрицательной зоне, закрылись ниже открытия, но общая тенденция все равно остается пока на укрепление, по крайней мере до тех пор, пока мы торгуемся выше отметки 1.11.63. Это минимум, который был зафиксирован 31 мая. В краткосрочной перспективе уход ниже минимума вчерашней торговой сессии также нам даст предпосылки на коррекцию, как раз на движение в область 1.11.63. Но на текущий момент мы видим, что волатильность практически отсутствует. То есть весь день движение в диапазоне порядка 10 пунктов по паре евро-доллар. Пара британский фунт-американский доллар также продолжает свое восходящее движение, несколько скорректировались с открытия, но общий тон пока остается на укрепление, по крайней мере до тех пор, пока остаемся выше отметки 1.27.71 по данной паре. Пара австралийский доллар-американский доллар продолжает свое нисходящее движение и ближайший коррекционный уровень по данному инструменту мы можем отмечать на максимуме 31 мая в области 0.74.74. Пара американский доллар и японская иена вчера скорректировались, закрылись выше открытия, что говорит о краткосрочной восходящей тенденции по данной паре, но пока среднесрочный уровень, особенно в период ожидания как раз выхода non-farm payrolls, находится в области 1.12.13, потому что очень часто данный показатель, по крайней мере в большинстве случаев, выходит в сторону основного движения, которое мы видим на рынке. Поэтому вероятность того, что показатель выйдет несколько хуже, он вполне ожидаем, и тенденция на ослабление доллара по поднимательным причинам может продолжиться. Пара американский доллар-канадский доллар также подошла к уровню сопротивления в области 1.35.38. Если паре все же удастся закрепиться выше данной отметки, то на следующей неделе мы сможем увидеть уже коррекционно восходящее движение по данному инструменту. Но сейчас будем смотреть, как будут развиваться ситуации вблизи данного уровня. В свою очередь, если мы увидим уход ниже отметки 1.34.71, это минимум 1 июня, то есть вчерашняя торговая сессия, то вероятность продолжения уже нисходящего движения в области 1.33.87 будет в приоритете. Пара евро-фунт вчера скорректировалась, закрылись также ниже открытия, обновили минимум последнего торгового дня, который мы видели в мае, но на текущем тенденции на укрепление также остаются в приоритете до тех пор, пока торгуемся выше отметки 1.86.53. Золото скорректировалось, уже обновили локальный минимум вчерашней торговой сессии, торгуемся вблизи уровня 1.259 долларов за тройскую унцию. Если золоту удастся закрепиться ниже данного уровня, то вполне вероятно мы увидим коррекцию в область 1.240 долларов за тройскую унцию, но пока торгуемся выше, основная тенденция на укрепление также остается в приоритете. Нефть марки Brent продолжает свое нисходящее движение и ближайший коррекционный уровень по данным инструментам мы можем отметить в области 51.09. Если мы рассматриваем более крупный таймфрейм, то уже среднесрочные и долгосрочные цели по снижению нефти находятся в области 43 доллара за баррель нефти марки Brent. Ну и индекс доллара также несколько скорректировался. Вчера, напомню, были пробиты минимум 26 мая, что в свою очередь нам косвенно подтверждает продолжение коррекционного нисходящего движения по данному активу. Сегодня с утра несколько корректируемся уже в ожидании новостей, которые будут в 15.30 по московскому времени и уже по факту выхода этих данных мы сможем оценить, как рынок на них среагирует. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, всем желаю хорошего торгового дня, хороших выходных и увидимся на следующей неделе. Всем спасибо и до свидания.